Всем привет! Меня зовут Николай Кондусов. Я сеньор java-девелпер в Воронеже работаю. Мне почему-то постоянно говорят, что я сеньор java-девелпер, хотя я постоянно утверждаю, что я стендапер, занимаю должность стендапера. Видимо, нельзя в документах написать, что я стендапер. Поэтому вот такая история. Но на самом деле, наверное, кто-то из вас был на каких-то лекциях уже, о которых я рассказывал про java. Может быть, кто-то был на тех лидерс у меня. Но сегодня будет действительно такая достаточно серьезная тема. Это будет тема про проект, который я когда-то делал. Я был один из участников, скажем так. И там я познакомился с очень крутой технологией. Она называется Elasticsearch. И, собственно, я вам расскажу сегодня про то, как мы эту технологию использовали. Потому что далеко не все с ней знакомы. И, в принципе, за более чем четыре года работы как java-девелопер я могу сказать, что это пока технология, которая мне нравится больше всего из того, что я встречал. Я до сих пор в восторге от того, как оно вообще работает. Так, ну что, начнем презентацию. Окей, итак, собственно, да, я, как я уже сказал, я работаю, ну, на самом деле, я, конечно, на позиции сеньор java-девелопер в DotaArt. Я закончил VGU-PM. Прежде чем мы с вами сейчас пойдем и будем разговаривать, я вам буду рассказывать про Elasticsearch. Я вам расскажу про то, ну, я вам напомню несколько, скажем так, базовых понятий, которые мы сегодня будем использовать. Потому что я уверен, что у вас тут достаточно много сейчас онлайн. И наверняка люди разного уровня. То есть кто-то, возможно, уже работает. Кто-то там студенты первых, вторых курсов, да. И не все, возможно, слова, которые я буду употреблять. Всем знакомы, скажем так. Поэтому просто пройдемся по базовым вещам чуть-чуть сначала сверху, чтобы кто-то узнает, кто-то вспомнит. Значит, да. Итак, первая вещь — это что такое протокол HTTP. Протокол HTTP — это протокол передачи данных по сети между какими-то там, как правило, продолжениями. Ну, в частности, это, как правило, клиент и сервер. То есть вы все с этим работаете ежедневно. То есть если вы вспомните ваш браузер, он является клиентом для какого-то приложения. Ваш браузер отправляет запросы на сервер, и вы получаете какие-то ответы, например, в качестве страниц, HTML-страниц. Ну, например, там, любую социальную сеть можно считать приложением таким. Далее. Ну, то есть, да, здесь важно, что у нас есть всегда запрос, есть ответ. Следующее. Что такое JSON? Так, эту штуку, наверное, надо подвинуть. JSON — это такой формат данных, если я не ошибаюсь, он вообще изначально в JavaScript был придуман. Значит, что он из себя представляет? Это формат, которым вы можете описывать объекты. Если мы вот посмотрим, лучше прямо сразу на пример глянуть. Вот у нас есть пример — объект. Здесь открывается и закрывается фигурные скобочки. И дальше, ну, я думаю, большинство из вас так или иначе знают, что такое, например, объекты в объектно-ориентированном программировании, либо же структуры в процедурном программировании. В общем, смысл в том, что есть просто набор свойств какой-то, например, name — это имя. У него значение типа строка — Ivan. Age — это возраст. Значит, там значение 37. Вот у меня есть полюшка, которая называется Mama — Mother. Это вложенный объект какой-то, да? Children — это массив строк. Собственно, такие объекты JSON часто используются для того, чтобы по сети передавать данные. Вот. Далее. Еще. Значит, SQL-баз данных. Это, наверное, наиболее распространенный способ хранить что-либо в вашем приложении. То есть, если вы пишете приложение на работе или какая-то более-менее серьезная лабораторная работа у вас в универе, у вас приложение будет иметь, ну, это называется термином persistent state или persistent data, короче, некие данные, которые сохраняются, даже если вы выключите ваше приложение, а потом опять его включите. Ну, классическим примером является файл, да? Вы что-то там сделали, какую-то работу в каком-то приложении, что-то сохранили в файл. Но в приложениях, которые программисты разрабатывают, как правило, SQL-баз данных. Это самый популярный способ хранить данные в приложениях. Значит, в SQL-баз данных есть там специальный язык, запрос его, и есть как бы основная, как бы некая сущность, которую мы используем, чтобы хранить данные. Это, собственно, таблица. Вот здесь пример. То есть, если у нас есть таблица actor, у нее есть какие-то, называются колонки, ну, типа как поля в объекте. То есть, actor ID. Как пример, да? actor ID — это у нас какой-то уникальный модификатор вот этого актера. First name — имя, last name — фамилия, sex — пол, birth date — это дата рождения. Когда я буду рассказывать, вот, кому и с Коль знаком, можете в такой момент сразу себе запомнить, что вот я буду иногда употреблять слово индекс в стик-серче. Эта штука немного похожа на таблицу в базе данных. Вот. Собственно, давайте начинать. Вообще, это история про такую штуку, как социальная сеть, которую мы, собственно, делали. Это был проект, где, ну, я не могу назвать название проекта, но могу вам спокойно рассказывать про его функциональность. Это была социальная сеть, и там были пользователи с разных стран. И проблема, значит, ну, во-первых, большая часть приложения — это был мессенджер. И, естественно, когда у вас социальная сеть с мессенджером, да и с кучей пользователей, у вас очень много всяких поисковых задач в этом приложении. Ну, то есть, там, найти друг друга, найти, там, пользователей ищут кого-то в социальной сети, ищут какие-то сообщения по своим чатам, всякие чаты. И, собственно, как оказалось, вот эти все кейсы, казалось бы, ну, такие типичные. Реализовать их не так-то уж и просто. Вот. И, значит, давайте с вами сначала задумаемся о такой простой вещи. У меня тут чатик тоже открыт, и сейчас такой небольшой интерактив. Представьте, что ваше приложение содержит, содержит, как бы, такую табличку, профиль. У меня есть параметры. ID — это, ну, уникальный идентификатор пользователя. Два важных нам поля сейчас — это first name и last name — это имя, фамилия, и age — это возраст. Ну, интересы — это какие-то интересы пользователей. Например, вот здесь будет храниться строка, где будет написано «Я там люблю компьютерные игры и котиков». Ну, и сити — это какая-то строка, которая, например, там лежит слово «Воронеж», «Москва». Вот. Представим, что у нас есть такая таблица, и вот теперь у нас есть задача. Мы хотим написать такой запрос, который будет искать пользователя по имени Андрей Иванов. Вот можете сейчас, пока я рассказываю, написать в чатик свой вариант такого запроса. Вот что нам нужен за запрос, чтобы найти пользователя Андрея Иванов. Я пока верну вот табличку на экран, и, собственно, ну, буквально, давайте, там, 30 секунд, посмотрим, будут ли какие-то варианты. То есть напомню, что у нас FirstName и LastName содержат отдельно это имя и отдельно фамилия. Так, пока не вижу никаких вариантов. О, мне тут что-то написали. А, у нас задержка 40 секунд. Прикольно. Ну что, ну, давайте чуть-чуть подождем. Дождемся хотя бы пару вариантов. Так, у нас пока я не вижу никаких вариантов. Цикл мыф сравнить каждый символ в имени или фамилии. ПМФ вперед. Нет. Вопрос был, надо написать исколь запрос, который вынят пользователей по таким... О! Select FirstName, LastName from profile, where FirstName равно имя, and LastName равно фамилия. Отлично. Это похоже на правду. Select FirstName равно Иванов. Select FirstName, LastName. Ну, на самом деле, да, все, что вы здесь показываете, это похоже на правду. Select звездочка from profile, sp, where, p, .firstname равно Иванов. Да, да, все эти варианты, которые вы предлагаете, они близки тому, что должно быть. И я бы предложил на самом деле вот такой вариант. Смотрите. Select Profile.звездочка. То есть все из таблички профайлов. Потом я бы собрал FirstName и LastName в отдельное поле, которое я назвал бы его FullName. И дальше FromProfile, где у меня FullName, это Андрей Иванов. Вот. А если как бы у нас мы точно не знаем, какое имя будет у человека, да, то есть я дал задачу Андрея Иванов искать. А если мы только частично знаем его имя, то у нас что будет? У нас будет, допустим, мы знаем, что Андрей, там как-то на Ив начинается имя-фамилия. То мы используем вот такой же запрос, только у нас синтаксически будут вот эти штуки, процентики, да, в SQL-запросе, которые значат, что как бы это некая маска, по которой мы ищем. То есть все, что, любая строка, в которой что-то до написано, слово Андрей и после Ив подойдет. Например, здесь может быть написано там какое-то любое слово, там, привет, потом Андрей и, допустим, Иванович. И под такой запрос, в принципе, мы найдем этого человека. Вот. А теперь давайте с вами... Да. Вот давайте порассуждаем. Есть ли у нас... Какие есть, скажем так, проблемы с этим подходом? То есть что вот здесь может в этом случае работать не очень хорошо? Опять же, я понимаю, что у нас задержка, но давайте какие-то первые варианты дождемся в чат. Пока не вижу вариантов. Хотя у нас точно задержка 40 секунд, она не поменьше. Так, ну, пока не... Я думаю, что ребята просто пишут еще. Ага. Андреев и Иванов есть много, нужен ключ. Так, вижу варианты. Значит, Андреев и Ивановых есть много, нужен ключ, в вашем случае ID, если нужен определенный человек. Окей. Описки. О, описки отличный вариант. Андреев и Ивановых может не будет. Большая выборка данных. Значит, то, что мне из этого нравится, это описки и большая выборка данных. Да. Так, там уже вопросы пошли. Да, задержка при большем количестве данных. Итак, окей. Значит, в принципе, давайте разбираться с плюсами и минусами. То есть минусы вы действительно важные назвали. Значит, давайте по плюсам сначала. Вообще, тот запрос, который мы придумали, он, его обычная SQL-база данных без проблем умеет. Сам запрос простой, никакого rocket science. То есть, если у вас будет или был же базовый курс SQL в универе, вы такое напишите. И в целом мы найдем что-то, что нам надо. То, что вы назвали. Несколько миллионов пользователей, если будет работать долго. Но я тестил такое дело, синтетический тест. Если в обычную там SQL-базу данных, типа Postgres, 20 миллионов вставить и по маске искать, там реально может пару минут занимать такой поиск, если не оптимально особенно что-то написать. Следующий момент. Он как раз вот про описки немножко. А если я вообще напишу транслитом Андрея Иванова? Вот. Очевидно, что у меня не найдется Андрей Иванов, который на русском написан. И помните, я говорил, что у нас пользователи были с разных стран. Вот, например, произошла такая ситуация. Познакомились вы с человеком на улице, ну, а он китаец. Или там просто имя у него китайское. И он говорит, что меня зовут Синьхуа. А вы, ну, вы же не знаете, как вообще на китайском это пишется? Вы, наверное, будете искать, как и искать Синьхуа. А он там в вашей системе записан иероглифом. Естественно, вы его не найдете. Да. Да. Собственно, вот перед нами эта проблема как раз была. Потому что у нас были вообще пользователи там абсолютно разных стран. В том числе там с Европы, в том числе с восточных стран, у которых там китайский, японский язык. У него, естественно, морфология, она сильно отличается от морфологии, например, русского, английского языка. То есть у них один иероглиф может значить целую фразу какую-нибудь. Вот. Поэтому вот такой простой поиск в лоб, он у нас, как бы, естественно, не работал. То есть, почему искать баз данных мы не смогли применить? В целом она такие объемы данных не выдерживает. Возможности поиска реально ограничены. Проблемы были с расширяемостью системы. Вот. Собственно, что мы вообще хотели с точки зрения логики? А мы хотели сделать такую штуку, как полнотекстовый поиск. Ну, там определение полнотекстового поиска, там, именно научное, можно погуглить. Смысл даже не в нем, а в том, что мы хотели реально, чтобы у нас было. А реально мы хотели, чтобы первое. Пользователи с разных стран ищут друг друга на родном языке. То есть, если я живу в России, и у меня человек сказал, что его зовут Синьхуа, я хочу на русском писать Синьхуа и найти его. Вот тот профиль, который на иероглифах. Собственно, у которого имя — это иероглифы. Дальше. Для больших сообщений нужен частичный поиск. Смотрите, проблема здесь очень интересная. Дело в том, что, когда вы будете, например, искать какие-то сообщения по своим… Представьте любую социальную сеть классическую, да? Вот если вы будете искать какие-то сообщения, то вы можете столкнуться, вот используя обычный подход, да, через SQL-базу, вы можете столкнуться с такой, ну, неприятной проблемой. Прям классический пример. Было у вас сообщение. Привет, запятая, как дела? А вы написали, ищите прям в поисковой строке. Привет, как твои дела? Слово «твои» не содержалось в исходном сообщении, все, вы его уже просто так не найдете. Как бы вы не расставляли вот эти символы процента, да, как бы вы там, какие бы вы регулярки не пускали, ну, как бы, может быть, какое-то очень сложное регулярное выражение можно написать, но в целом это реально сложно выполнимая задача. А если еще к тому же мы сюда добавим такой момент, что, а было бы круто, если бы мы могли искать пользователей по синонимам, ну, не пользователей, а не только пользователей, скажем так, а сообщения по синонимам. Вот, допустим, я писал кому-то слово «автомобиль» или «машина», писал кому-то «автомобиль», написал «машина» и нашел «автомобиль», или наоборот, то есть некий поиск как бы по смыслу. Писал я кому-то там «поехали», «давай с тобой поедем на речку», а нашел «давай поедем на реку», например, или на море. Ну, в общем, как вы понимаете, такое, в принципе, уже, какой бы вы запрос не писали на обычной базе, вы не сделаете. Вам надо какие-то придумывать свои словари, синонимов, какие-то сложные алгоритмы. И, конечно же, нас тут выручил Elasticsearch. Вот. Естественно, он, все, что я сейчас описал, он как раз вот это умеет. И я сейчас вам расскажу, как мы это делали. Значит, что такое вообще Elasticsearch? Это поисковый движок на основе такой библиотеки, как Apache Lucene. В принципе, вы можете о нем думать как о базе данных. Ну, примитивно. Вот. И он реализует просто неимоверную кучу различных крутых возможностей для поиска. И базовая его версия, как бы, она бесплатная. И нам ее хватило за глаза. Вот. Давайте прям на примере разберем, что происходит с нашими вот, с нашими всякими сообщениями, когда мы будем их складывать в Elasticsearch. Итак, представьте, что мы написали кому-то вот такое сообщение. The best free solution for search. Я думаю, что многие знают, а для тех, кто не знает, я расскажу, что вот то, что здесь написано в скобочках, strong, да, это HTML-тег. То есть, это не смысловая информация. Она, это некая метка для браузера, чтобы, когда вы вот эту фразу откроете в браузере, слово search у вас было выделено жирным шрифтом. Естественно, с точки зрения логики, здесь нам, например, не надо, если мы в поисковую строку введем strong, вот мы это сообщение не должны находить. Поэтому рассмотрим, какие возможности нам Elastic здесь даст. Значит, первое. В Elasticsearch, в принципе, когда вы в него добавляете какие-то данные, ну, то есть, в Elasticsearch это называется, как правило, документ. То, что вы называете строки в базе данных, да, здесь это будет документ. Ну, в общем, какие-то данные. Вот. Значит, у Elasticsearch есть, как правило, используются три базовых стадии того, что он делает с вашими данными, которые вы в него помещаете. Значит, первое — это фильтр. То есть, мы здесь выбираем один из фильтров, которые могут быть. Чар-фильтр это называется. Их есть много стандартных. Но я вот здесь красненьким подсветил. Я выбрал фильтр, который называется HTML-стрип. То есть, обрезка HTML. То есть, просто из коробки Elasticsearch такой говорит, окей, я вижу вот это сообщение, я из него как бы HTML-теги удалю просто сразу. То есть, теперь у меня осталась фраза «The best free solution for search». Следующее. Это такой один из важнейших, наверное, моментов — tokenizer. Значит, вообще, что такое слово token? Ну, это на контексте Elasticsearch — это вообще какое-то ключевое слово, по которому вы что-то будете потом искать. Значит, tokenizer как-то в вашу исходную строку, которая в него попадает, превращает в какое-то количество их, может быть, как один, так и много различных токенов. Здесь я... И он чаще всего используется. Называется «whitespace tokenizer». То есть, я просто разбил по пробелам. Получил я шесть токенов. The best free solution for search. То есть, я надеюсь, что многие из вас хотя бы на базовом уровне знакомы с программированием. Поэтому скажу, что здесь есть принципиальная разница. У нас была на вход строка, а получился массив из шести строк, токенов. Вот. Собственно, эти токены, как вы можете видеть, они просто соответствуют исходной строке. Дальше. И самое интересное — это фильтр. Ну, не то, чтобы самое, но тоже один из интересных моментов. Значит, фильтр может профильтровать какие-то токены, которые мне не нужны. И это очень важно. Почему? Потому что какие-то слова вы хотите, например, исключать из поиска. А почему? А потому что, например, в них нет особой смысловой нагрузки. То есть, если вы выберете какой-то стандартный фильтр, например, по стоп-словам, то он вам при определенной легкой настройке сможет, как пример, убирать предлоги. Зачем я убираю предлоги в данном случае? Потому что искать по предлогам — это что-то такое странное. Как бы смысл я особо… Если я буду учитывать предлоги в своем поиске, я найду слишком много данных. А меня волнуют именно слова, смысловые какие-то. Поэтому что я сделал? Я вырезал слово «the» и слово «for». То есть, у меня осталось только то, что концентрирует в себе смысл. «Best free search solution». Дальше. Давайте посмотрим, что у нас было вначале. Вначале была фраза «the best free solution» с HTML тегами, внутри которых был «search». А на выходе получилось 4 токена, 4 массива из 4 ключевых слов. «Best free search solution». Как вы можете заметить, это как раз вот эти 4 слова описывают смысл этой фразы. И в чем же теперь красота? Я возьму и в поисковую строку напишу «fast search solution» в своем приложении. И начну искать через «elastic search». Вот фраза «fast search solution» пройдет точно те же 3 стадии, которые я до этого описывал. Вот эти «chart filter», «tokenizer» и «token filter». На выходе по тому же алгоритму из нее получится 3 токена. «fast search solution». Дальше «elastic» будет сравнивать для всех документов, для всех фраз, которые у него есть, есть ли какие-то совпадения. И увидит, что для той самой исходной фразы, которая даже HTML теги содержала, есть совпадения, причем по двум токенам. Я их поэтому подсветил красным. То есть совпало слово «search» и совпало слово «solution». Слово «fast» не совпало. И тут «elastic» сделает одну очень клевую штуку. Он проставит некий коэффициент совпадения, скажем так, релевантности это называется, вот этой фразе. То есть, ну, как бы, у него… Сейчас мы поговорим о том, что у него довольно сложный алгоритм, но смотрите, в простом варианте, что бы вы могли предположить, что, например, если два слова из трех совпали для какой-то фразы, ну, коэффициент будет 2 третьих, 0.66. Если бы у нас все три фразы совпали, это было бы единицы. Что-нибудь такое, да? И таким образом, он ваши результаты, которые более, как бы, лучше вам подходят, потому что вы ввели, выдаст вам раньше, чем то, что, как бы, меньше подходит. Это то, что вы видите во всех поисковиках. Собственно, вот сейчас сложный скрин, но, на самом деле, все, на что тут надо обратить внимание, это вот на это поле скор, как раз, которое просто показывает некий коэффициент совпадения. У Ластика есть куча алгоритмов, как его считать, мы пока на этом не фокусируемся. Мы просто забываем, что оно есть. Вот. Итак, таким образом, в чем важный момент, да, что у нас, видите, уже сразу прямо отработал частичный поиск, что совпало только два слова из трех, а я все равно с каким-то коэффициентом совпадения нашел исходную фразу. Как это, немножечко как это работает внутри под капотом. Слово индекс, ну, я вам говорил, что это похоже на таблицу в Эластике, ну, в Эластик-серче сам индекс часто применяется в понятии таблица в базе данных. Это отдаленно, на самом деле. Но есть еще важное, немножко другое значение. Вот, в принципе, индекс, возможно, вы встречали в базах данных или когда-то слышали, в общем, это некая специальная какая-то структура данных, которая, как правило, ускоряет вам поиск. Ну, классический пример индекса — это дерево поиска, например, бинарное, да, в котором, естественно, искать проще, чем полным перебором в каком-нибудь массиве. Хотите вы в бинарном дереве проверить наличие какого-нибудь, допустим, числа, это намного проще сделать, чем в массиве. Даже есть массив упорядоченный. Ну, насчет бинарного, кстати, здесь могут быть вопросы, но насчет каких-то более сложных, типа B3 и так далее. Вот там, конечно, все это заоптимизировано очень хорошо. Вот. Итак, в Elasticsearch используется обратный индекс. То есть, фактически, он просто знает, он помнит все свои токены, все свои ключевые слова, которые в нем когда-либо были. И вот, например, говорит, что… Ну, вот эту штуку как читать? Что, допустим, слово Apple соответствует один токен. И у него… Ну, это вот его какой-то номер уникальный, например, 25,3. Или если мы посмотрим слово Orange, то там три каких-то документа есть с этим словом. У них номера 31,1, 33,3, 15,2. Здесь могли бы быть номерами, собственно, документов, могли бы быть там просто целые числа, какие-то строки, что бы он, на самом деле, практически можно сделать. Вот. И, окей, ну, что мы же мы теперь с этим со всем реально делали? И первый кейс, который мы реально делали, это поиск сообщений. Значит, идея. Искать сообщения не только по прямому вхождению, но и по смыслу. Только, что я говорил. Для этого мы использовали несколько фильтров, и один из них очень классный. Этот пример, кстати, ну, можете там достаточно быстро найти, если будете про Elastic гуглить. Собственно, классный фильтр называется Russian Morphology. Это как бы просто... Я когда увидел, как оно работает, я просто как бы... Ну, мне очень понравилось. Значит, есть исходная фраза. Он отлично рассказал о лучшем поисковом движке. Если вы пропустите, это через вот это... Ну, у нас там, вы помните, несколько стадий есть. Вот одна из стадий как раз будет Russian Morphology, да, вот этот фильтр некий. То он сделает очень классную штуку. Он вам фразу разобьет на синонимы. Он увидит вот эти... Ну, слова сначала будут такены, там, слова. Потом он каждое слово посмотрит, и у него есть какой-то словарь синонимов. Что он начнет делать? Он там... Слово «отлично» превратит в два такена сразу. Отлично и отличный. Слово «он» он вообще отбросит. Рассказать он... Ну, рассказал он приведет в инфинитив «рассказал». Всякие предлоги он выбрасывает. Лучшим он приведет в слово «хороший». И это прикольно, потому что это как бы синоним. Поисковый... Ну, и дальше понятно. Поисковый в поисковый, движок в движке. Просто в нормальную форму приводит, грубо говоря, слова. Теперь, в чем крутость? Если вы теперь напишите в поисковой строке «хороший поисковой движок», вы найдете эту фразу. Хотя, заметьте, ни слова «хороший» не было в исходной фразе. Ни слова «поисковой». Кстати, я не знаю, как правильно «поисковой» и «поисковый». Так что, извиняюсь, если я говорю неправильно. Вот. Ни «поисковой» вы не найдете. Ну, движок был в движке слова, да? То есть этого не было ничего в оригинальной фразе. И как бы вы это на SQL просто базе данных написали? Большой вопрос. Вот. Второй кейс. Это поиск юзеров. То, что говорили про опечатки. Иногда вы можете нечетко услышать имя или фамилию. И вот этот эластик позволяет делать фонетический поиск. Фонетический поиск. Для этого есть тоже специальный фильтр. Это некий плагин, да, который можно доставить. Он тоже бесплатный. Как он работает? Вот он возьмет, допустим, мы... Да, с точки зрения бизнеса, что мы достигали? Что пользователи на разных языках будут легко находить друг друга. Мы напишем, возьмем, у нас будет слово «Грегори». Если мы пропустим его через вот этот фонетический фильтр, он сделает важную вещь. Он исходное слово сохранит, а еще сделает некую транскрипцию. В зависимости от того, какой конкретно вы выберете алгоритм в этой фонетике, алгоритм, который будет переводить ваше слово, просто транскрипцию его. Транскрипция получится чуть разной. Это можно настраивать. Самый простой, который в базе, я не помню, как он называется точно, метафон, по-моему, он сделает вам «Грегори». Что вы получите? А то, что транскрипция совпадет. Поэтому вы найдете сразу нескольких людей. Грегори Хаус, Грегори Пек, Григорий Лепс, потому что у него тоже имя посозвучено. Ну и вот, читает на китайском, но у него имя тоже похоже на Грегори. Точно не помню, как это переводится. Еще крутые всякие, да. Дальше. Еще всякие крутые фишки. То, чего я вообще не представляю себе, как написать на классической базе данных. Вот минимум шудмач. Есть такая фишечка в эластике. Поиск с частичным выполнением условия. То есть вы говорите, можете сказать, да у меня только 50, пусть у меня совпадает, а только 50, вот если 50% слов в запросе совпало с каким-то фразой, то он попадает в результат поиска. Или там N слов. И вообще работают классные комбинации вида, например, если в запросе больше трех слов, то должно 90% совпасть слов. А иначе, например, все. Вот. Собственно, это очень круто, можно очень гибко настроить. То есть, ну, я помню, мы прям настраивали, что если меньше двух слов, то есть два или меньше, то прям два слова обязательно должны находиться в результате. А если больше двух, то, по-моему, мы ставили 75%. То есть, там, начиная от четырех, у вас там три слова будут, в принципе, срабатывать. Дальше. Ну, в обычных искусственных базах данных вроде как можно сделать запрос, одним запросом вынуть данные из двух таблиц. Но там есть куча ограничений. В ластике такого нет. Вы можете прямо указать, что, дорогой друг, я буду искать сразу вот в индексах users и индексах messages. Да, вот эти два индекса. А при этом можно еще круче сделать. Можно даже в самих названиях индексов, которые, как вы помните, типа как таблицы, указывать какие-то, ну, допустим, вы точно не знаете, как таблица называется. Звездочку, например, поставили. Вот второй пример, он, это такой частый пример, часто складывают логи, об этом чуть позже, но логи различных приложений в Elasticsearch. И при этом складывают, знаете, как бы в разные индексы, ну, как будто в разные таблички за разные числа или за разные месяцы хотя бы. И в данном случае я как бы таким вот синтетисом могу вынуть все логи за 2019 год. Написал бы я здесь что-то более конкретное, вынул бы из каких-то более конкретных индексов. И для всего этого работает из коробки пожинация. Если кто-то из вас сталкивается, что такое пожинация, вы, наверное, понимаете, в чем здесь крутость, что из нескольких таблиц сразу работает пожинация. Если вы не знаете, что такое пожинация, это в двух словах. Это, знаете, как когда вот вы в гугле что-то написали, у вас есть несколько страниц. Page, страница page, соответственно, пожинация, много страниц, да, то есть вы сначала видите топ-10 ваших результатов, переключаете, 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 и все круто, как бы у вас. Чем дальше вы идете, тем они менее совпадают. Вот. Дальше, что еще можно делать? Можно влиять на подсчет score. То есть вот этот коэффициент, можно как-то его, ну, совпадение, можно как-то самому писать небольшие скрипты даже, как он будет высчитываться. Самые простые кейсы, которых отправило достаточно. Например, вы можете искать, у вас уже, помните, как бы в базе данных у меня было много полей, там, name, last name, age. Так вот, можно, в принципе, по умолчанию так настроить эластик, он будет вообще все поля просматривать по вашему поисковому запросу, а не только там, where, full name, like. То есть, помните, у нас был запрос select из таблички профиль, где full name с чем-то совпадает. А можно сказать, да любое поле с чем-то совпадает с тем, что я ввел. И здесь можно делать что? Например, говорить, что если совпало что-то в поле name, то score, вот этот коэффициент совпадения, умножаем на 2. А иначе, допустим, делить на 2. Зачем? Ну, потому что мы считаем, например, что поле name для наших результатов важнее. Ну, можно возвращать всегда случайный score, редкий кейс, но это очень редко бывает, пригождается для каких-то тестов. Ограничивает результат по скорой. То есть, вы можете прямо сказать, что хочу видеть только результаты, у которых коэффициент совпадения больше 3,14. Да, и можно, собственно, еще писать свои score-скрипты. Это прикольная штука. Сейчас перед вами весьма сложный, казалось бы, запрос, но давайте обратим внимание здесь всего на 2 вещи. То, что это запрос в эластик, это все понятно. Вот у нас есть строчка 5, 1, 2, 3, 4, 4, где написано match. И там написано, что в поле message должно быть слово Elasticsearch. Это наш поиск, да, стандартный. А второе, это вот то, что мы пишем здесь скрипт, который будет подсчитывать вот этот коэффициент совпадения. И он будет считаться не в зависимости от того, сколько у меня слов нашлось, а он будет брать вот документ, то есть, ну, строку, грубо говоря, в базе данных, ну, в Elasticsearch это документ, и брать у него поле likes, то есть, там же, возможно, есть какие-то лайки в социальной сети, и считать от этого логарифм. И вот, как бы, таким образом у нас будет подсчитываться score. Вот. Это бывает удобно для всяких там специфичных кейсов. Дальше. Про крутые штуки. Еще Elastic, да, легко, значит, легко горизонтально масштабировать, но прежде чем мы с вами поговорим про это, я вам расскажу все-таки, что такое горизонтально масштабирование, собственно. Жаль, что у нас такая большая задержка. Ну, можете, смотрите, я буду рассказывать, а вы пишите свои варианты в чат, как есть. Пусть есть задержка, она будет происходить. Итак, пусть у нас, пусть вот вы пришли на пару в универ, и у вас зачет. И зачет у вас 20 человек в группе и 20 тем. И каждый человек выучил одну тему, например. Что в этом случае у вас получается? Это называется ситуация, когда, ну, такой некий рандом у вас присутствует. То есть, ну, пусть, даже пускай у вас преподаватель, вы там руки поднимаете, да, а не преподаватель случайно он за вас опрашивает. Казалось бы, все хорошо, 20 человек, 20 вопросов. Но, во-первых, пусть у преподавателя, ну, даже не так. Кто-то из вас заболел просто, все проще. И уже осталось 19 человек, каждый знает одну тему. А если, допустим, преподаватель просто вас опросит всех, это не вызывает проблем. Но если преподаватель спросит, решит поспросить ту тему, которую не знает, ну, которую вы не знаете, как бы вы группа, вся в целом, одну тему, грубо говоря, пропустили, у вас никто ее не знает, то все плохо, да. Кто-то получит, ну, второй вопрос и получит двойку. Дальше. Это называется, собственно, ну, ладно, сори, здесь я немножко не буду улыбляться. Дальше. Следующий вариант. То, что называется репликацией. Если вы возьмете, вот, и каждый выучите 20 билетов, ну, никто же так не делает, да, на самом деле, никогда. Но, вот, допустим, у вас все будут знать все. И это суперидеальная ситуация. У вас все знают все, неважно, сколько там человек заболело, все замечательно, только есть проблемы. Вы очень много усилий на это потратите, если у вас все знают все. Поэтому часто применяют такую штуку, как шардинг. Это значит, что несколько, каждый человек учит несколько тем. Например, три. Что это вам дает? Представьте, 20 человек, каждый знает по три темы. И если у вас один человек заболел, ну, вы уже в чат можете написать, даже, вот, пока я рассуждаю, напишите, если у нас каждый человек знает три темы, сколько у нас человек может заболеть, и при этом группа в целом будет знать все 20 тем. Вот. Как раз пока вы это напишите, я уже скажу, что получается, что по идее как два, если я не ошибаюсь, два человека. То есть один, там, точно, беспроблемно, да и по идее и больше может быть. Даже по большому счету вы можете так удачно попасть, что заболеют, как-то там, даже больше двух людей все равно у вас все 20 тем останутся, но это уже не гарантировано. Вот. Дальше. Таким образом, вы получаете такую систему, как бы, теперь представим, что люди — это Elasticsearch. И вы получаете такую систему, что если у вас есть какое-то количество Elasticsearch, и какие-то из них вдруг почему-то выпадают из вашего системы, компьютер, на котором был запрошен Elasticsearch, допустим, перезагружается или выключился, все у вас хорошо все равно. Так вот. Это и называется, собственно, горизонтальное масштабирование, если упрощено. Elastic — это умеет из коробки. Это очень круто. То есть если вы возьмете внутри одной сети, прям поднимете несколько Elasticsearch, так, чтобы они знали друг про друга, ну, на одном компьютере они прям сразу друг друга узнают, они объединятся в сеть и начнут распределять данные между собой. Можно наконфигурировать как бы вот этот как раз коэффициент, то есть, грубо говоря, сколько данных на каждом Elasticsearch. Ну, простейший пример. Представьте, что у нас было, вот как я здесь на этом слайде показывал, книжечка 300 страниц. Ох, сори. И вы сказали, пусть на каждом Elasticsearch будет две трети данных. Этого, собственно, две третьих как бы данных. То есть, например, на первом Elasticsearch с первого по двухсотые странички этой книжки, на втором Elasticsearch с сотую по трехсотую. Ну, а на третьем, тут как бы очевидно, получается с первого по сотую пропуск и дальше с двухсотую по трехсотую. Все круто. То есть, выпадение в данном случае одного Elasticsearch, то есть, вот если у нас это нода называется, да, ну, стараюсь с терминами сильно не используете, но anyway, значит, вот если у нас один Elasticsearch, то есть, одна нода выпадет, все равно у нас все странички книжки будут известны. Дальше Elasticsearch очень круто это делает. У него есть специальный, ну, такая штука, как балансировщик нагрузки, Load Balancer. И он как бы очень хорошо справляется, например, с тем, что вот вы хотите получить по, ну, какую-то страничку, ну, 42-ю, да, ID42 у нее, номер, считайте, что это номер. Он сразу глянет, какие у вас есть живые эластики, он заранее знает, на какой, вот в принципе, на каком эластике эта страница может быть. Он-то знает, что на первом с первую по 200-ю, да, на втором там с 100-ю по 300-ю. То есть, он понимает, на втором этого быть, в принципе, не может. И он, допустим, если увидит, что у вас первый Elastic жив, а третий мертв, то упадет на первый. Вот. Это что вам дает? Отказоустойчивость, да? Ну, и скорость работы, производительность. Немножко про API. Значит, вообще, как взаимодействовать с Elastic? Ну, реально, если вы его сейчас скачаете себе на компьютер, на Windows, вы просто получите папочку, в которой будет лежать, ну, там не экзешник, но почти экзешник, в Winфайл. Вы его запустите, у вас запустится, как бы, Elastic Search и будет работать. Написан он сам на Java. Поэтому вам понадобится еще Java. Вы можете с ним общаться по HTTP, в стиле, вот, может быть, такую, знаете, аббревиатуру REST. Ну, детали не буду, сейчас удаваться просто. Вот, то, что я показывал, и сейчас дальше чуть-чуть покажу пример запроса, это такой простейший способ. У большинства языков есть клиенты специальные под Elastic. Ну, то есть, это вот, значит, что вы не пишете прям руками эти запросы, а у вас есть какая-то библиотека, которая удобнее генерирует. То есть, например, какой-нибудь метод, в который вы передаете имя поля и его значение, которое должно совпасть. Вот, ну, вот для ручной, сам вот этот ручной язык, скриптов, которые вы будете там через HTTP посылать, он не очень удобен. Давайте посмотрим пример. Вот простейший запрос. Это запрос BULL, то есть логический, и он говорит, что у меня должны совпасть MUST. В данном случае MUST, ну, мы только этот запрос разберем, он говорит, обязательно должны совпасть два условия. Поле ADDRESS, дальше смотрите, MATCH. Поле MATCH, это совпадение, и там написано, что поле ADDRESS должно обязательно содержать слово MIL, и поле ADDRESS обязательно должно содержать слово LANE. Вот если бы здесь было на третьей строке не MUST, а SHUT, то он бы работал как хотя бы одно из условий должно было быть. То есть, грубо говоря, MUST это END, а есть еще SHUT, это OR. Вот, но это, вы сейчас даже можете видеть, это не очень удобно. Реально, вот этих куча скобочек в JSON, казалось бы, куча скобочек, в чем проблема, come on, но на самом деле проблема. Большие запросы сложно читать. Да, значит, еще момент. Есть такая штука, как ELCASTEC. Это я уже сейчас чуть-чуть сбегаю, я просто совсем скажу чуть-чуть про него. Elasticsearch его часто использует вместе еще с двумя сергиевисами, Logstash и Kibana. То есть, как вы помните, наверное, из каких-то, может быть, других докладов, или я сейчас чуть-чуть вам расскажу, любое приложение, оно пишет логи какие. Логи — это то, что оно делало. Например, ваше приложение живет на сервере и пишет. У меня тот-то пользователь залогинился, тот-то разлогинился, тот-то пользователь загрузил картинку. И так как у вас может быть много таких приложений, ну, хотелось бы не файлы логи писать, а какую-то клевую систему, типа Elastic. Вы туда скидываете логи с помощью Logstash. Logstash это умеет, то есть он умеет прям к приложениям присоединяться и смотреть их логи, грубо говоря. Даже можно, можно, приложение пишет файлы, Logstash может файлы смотреть, может просто из STD-out, то есть стандартный output, который у вас консоль, грубо говоря, оттуда забирает логи, неважно. Потом вы присоединяете к этому кибану, это интерфейс, и получаете клевое решение для бесплатной, ну, базовой комплектации бесплатной, для анализа логов, там, встроенной статистики. Как-то так это выглядит, то есть удобно. Например, вот эта диаграмма, что она мне показывает, анализирует логи, видите, айпишники какие-то, справа указаны, то есть она анализирует какие-то айпишники, смотрит там, сколько запросов было, с какого айпи, строит медиаграмму. Да, про производительность, чуть подробно, мы уже подходим к концу. Вообще, Elasticsearch очень быстрый, и вообще, он большинство запросов, судя, в документации написано, что меньше, чем за секунду. Судя по опыту, вообще даже меньше, чем 100 миллисекунд, если вы все правильно настроите. Но, есть минусы. Значит, кроме того, что он требователен к ресурсам, то есть вам нужен нормальный комп, там, чтобы оперативки было, не гигабайт, ну, в принципе, он запустится, наверное, на 2 гигабайт, но это будет не быстро работать. Ну, на 8, по опыте, уже это нормально. SSD желательно. Вот. Ну, и про как, кто-то я уже видел, писал в чат, вот это слово новосквейль, то есть, вообще, что такое новосквейль? Я раньше думал, что это значит не эсквейль, но реально это, как бы, значит, как бы, некий уход от концепции эсквейль, с сохранением каких-то, возможно, ее идей, но изменением значительно других. И вот Elastic, он не умеет транзакции. То есть, он не поддерживает классический осид. Если вы не знаете, что такое транзакции, то в двух словах. Вы в SQL базе данных можете объявить несколько действий, как бы, вот, буква А значит, атомарность, одним единым. Ну, самый классический пример, который всегда приводят, например, вот в банке процесс перевода денег с одного счета на другой, это два действия. Снять у одного пользователя деньги и зачислить другому. И SQL база данных как работает? Если она говорит, что эти два действия, есть одна транзакция, то, у вас выполнилось одно действие, потом, допустим, все у вас вырубился компьютер, на котором у вас данных было. Когда он включится, действий как будто и не было. То есть, ничего не потеряли за ваши деньги. Если бы транзакции не было, то просто одного пользователя списались бы деньги, а второй бы их не получил. И второе, что гарантирует транзакции, они говорят, что если оба действия успели выполниться и произошло такое событие, оно называется коммит, то есть подтверждение, то все, дальше хоть комп вырубайся, хоть все, синим пламенем, данные изменены, 100%. Эластик так не умеет. Вот. Поэтому, как плюс он работает очень быстро, как минус, у вас есть проблемы с транзакциями. Не то, чтобы это вызывало сильные проблемы. И если вы на работе, как бы, не работаете с каким-то реальным приложением, вы, наверное, не часто с этим сталкиваетесь, но там прикольные баги могут вылезать. Например, у нас тестировщица делала такую фишку. Она заходила на страницу, на профиль человека, и там кнопочка «Добавить в друзья». А вот как раз, есть ли запрос у человека на добавление в друзья или нет, в эластике хранилось. И она такая на кнопочку добавления нажимала «Добавить-удалить», 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 «Добавить-uéckets». Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Бам. И, ну, типа, я такая неуверенная. Не знаю, хочу его добавить в друзья, не хочу. И потом такой прикол получался, что вот она вроде как нажала «удалить», обновлять страницу, а он добавлен в друзья. Типа, видимо, судьба. Но на самом деле это потому, что и к эластику могут прийти несколько действий, и он... Ему нельзя сказать, вдруг, это транзакция одна, да, поэтому он может там как-то так отработать, что у вас получится неочевидное поведение. Вот. Ну и что тут сказать дальше? Да, надо, конечно, знать, как его конфигурировать, хотя даже из коробочки у вас все неплохо работает. Давайте, как итог, уже заканчиваем. То есть, Elasticsearch — крутая технология для поиска, хорошо, очень классно работает, когда нужны специфичные поисковые кейсы, быстро и легко масштабированные. Последний момент, который я сейчас покажу вам, это маленький пример. У меня тут Elasticsearch поднят, и как раз я настроил вам фонетический поиск, чтобы показать, что оно действительно работает. Вот я напишу, ну, я тут особо сильно его не настраивал, но напишу я, например, слово John на русском, русскими буквами. Нажму Search. И что мы получим? Ну, получим, кстати, не суперочевидный результат. Скорее всего, он посчитал, что вот это слово Dajun, ну, действительно, чуть-чуть созвучно со словом John, и выставил какой-то коэффициент. Ну, какой-то более там классический пример, если я напишу Gomer, например. У меня найдется, да, очевидно, пользователи. Вот это, кстати, справа, это коэффициент совпадения. У меня найдутся вот Gomer и Simpsons, да. Причем, заметьте, если я напишу слово Simpsons сюда, то у меня как Simpsons найдется, так и вот Samsung. Он совпал про транскрипции. В принципе, на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok